Батальону в украинской армии Андрей Янченко с позывным «Высота» признается, что отдает себе отчет, чем может для него обернуться это интервью. Уж слишком резко все, что он говорит, отличается от официальной киевской пропаганды. Организованный, как сказал Порошенко, отход войск из Дебальцево больше напоминал, по словам этого офицера, паническое бегство. Эта операция была спланирована группой инициативных офицеров и все. Ни генштаб об этом не знал, даже командование сектора об этом не знало. Потому что если бы генштабы знали о командовании сектора, они бы оттуда не вышли. 25-й батальон «Киевская Русь» официально подчиняется Минобороны Украины. Так что это заявляет не один из командиров так называемых «добровольческих батальонов», а офицер украинских вооруженных сил. По сути, он признается в нарушении присяги. Получается, что подразделения покинули позиции самостоятельно, на свой страх и риск, и втайне от высшего руководства. Ни один из полковников, которые сидели в штабе сектора, я больше чем уверен, они за своей, возможно, трусостью и еще чего-то, то есть они даже не могли доходить такого приказа. Я не единожды слышал доклад командующего сектора наверх о том, что у нас все здорово, у нас все хорошо. Это мы сделали, это мы сделали, это мы сделали. Редкодуб контролировали до этих два дома. Минитейшина контролировали вот здесь вот два дома, ну, две улицы. Это по докладам генштаба, когда мы вот здесь вот все контролируем. Ни хрена они там не контролируют. Приказы отдавались, но выполнить их было подчас невозможно. Несогласованность действий частей порождала хаос. В Дебальцевском котле в окружении оказались несколько тысяч украинских солдат. Можно было их спасти, можно, считает Яченко, если вовремя отдать приказ на отход, но время было упущено. С этой стороны у нас практически ничего не было. Это был полный котел. Населенные пункты Логвинова, от него Нижняя Лозовая, Санжаровка, Высотка 379 полностью контролировали сепаратистами. То есть вот это все, эта линия была перекрыта. Раз дорога, два дорога, три дорога, они были перекрыты. Ребята выходили, грубо говоря, между сепаратистами. Его батальон, по словам командира, оставил позиции одним из последних. Официальные данные о потерях, якобы несколько десятков человек, считает он, сильно занижены. Двой, который вывозил трехсотых, почти весь стал двухсотым. Наши, когда выходили, они видели четыре грузовика, полностью набитые двухсотыми. Они не могли ничего сделать. Грузовики сажены были. Поэтому операции, бездальные операции командования приводили только к гибели.